сама здорово господа на связи роман канал фрисан games у нас звездные войны галактика героев сейчас я буду писать два видео подряд если честно потому что у меня подгорает и великая арена и опять же таки джи от и тб второй этап сейчас мы с тобой пойдем именно на джио потому что было обещано но в прошлый раз я пропустил а это именно охота на клай если я не ошибаюсь я никогда не ходил у нас постоянно почему-то висел запрет на данное спецзадание но во первых я смог поднять все-таки шпиона до первой реликвии это все что я успел и уж из извиняй вот сейчас я посмотрю модули на всех стоят на всех стоят модули конечно такие себе но что получилось то и получилось поехали попробуем посмотрим альфа джианазиец шпион санфак поголь солдат так подожди а что-то вы по моему неправильно стоите ребятки вот санфак солдат поголь шпион поехали будем посмотреть ибическая сила учитель оклай впал в ярость нужно убить его не спеши и будь осторожнее оклай не единственный наш враг смысле мы будем воевать на три стороны или или где стоям ба так история жестокие окла из планеты вендакса это помесь рептилии с ракообразным которая может обитать как на земле так и в воде неизвестное количество оклаев использовалась джианазийцами в качестве зверей палачей на арене пентрана ки на джианазисе петрана ки до на вере не петрана ки так погоди использовались джианазийцами так он за нас должен быть не так ладно хорошо ты что пугающий противник в начале хода оклай получает усиление защиты на 15 процентов за каждого шеломленного противника до своего следующего хода это если мы будем ошеломлены окей начале хода оклай все ошеломленные враги становятся уязвимы на два хода оклай получать на 50 процентов больше урона если его атакуют во время его хода ладушки устрашающий враг оклай использует 2 способ 2 способности заход и получает плюс 50 процентов к стойкости оклай наносит на 10 процентов меньше урона за каждого участвующего в бою джидая это типа джидаев нельзя бить иначе он получит больше урон а когда оклай получает урон он получает пять процентов шкалы хода то есть его бьешь он разгоняется оклай не восприимчив блокировки способностей ошеломлению страху снижение здоровья потрясения немощности и оглушению а также к увеличению перезарядки практически ни к чему да ну ладно в начале боя оклай впадает в ярость в этом состоянии у наносит на сто процентов больше урона когда оклай не в состоянии ярости он получает минус 20 к скорости минус 25 к таки минус 50 к стойкостью да ты кстати неплохо так хорошо что ты умеешь наносит вражеской цели физический урон и ошеломляет ее на три хода обычной тычкой при том два раза а а когда у меня получается двоих может ошеломить на три хода а в первый раз сказал два хода или три хода на три хода если что на 3333 так ладушки наносит всем врагам физический урон ошеломленные враги получают дополнительный урон в размере 25 процентов от максимального здоровья от этой атаки нельзя увернуться стоп а 25 процентов от максимального здоровья цели или оклая кого всем врагам физический урон ошеломленный на 25 процентов больше и плюс то что он у нас в ярости он еще плюс сто процентов к урону а если убить джедаев то получить еще плюс 40 урон нихуя себе снимать все положительные эффекты со всех врагов и отнимает 75 процентов шкалы хода если окла еще не в ярости он впадает в нее используя эту способность оклай втягивает в бой до четырех джедаев от этой атаки нельзя увернуться эта способность перезаряжается в начале боя то есть подожди получается если мы убиваем джедаев то этой способностью он в любом случае втягивать в бой до 4 джедаев да хорошо так джедай консул с тобой мы знакомы а и магандон тебя я тоже знаю джедай страж так он по моему массухой валит она да она массухой валит а и боится авангарда тоже валит массухой так опа а это что снимается клайя ярость при наличии затем усиливать атаку всех союзных джедаев у хорош нахуй ярость так этого заблочили были но взял и ударил массовочкой но ты посмотри какая тварь а так 100 пули надо вот этого пацана заблочить или может подхиляться что там не какие-то жуки слабенькие почти убили это плохо это плохо это плохо а подожди а почему я не могу на клайя навестись не понял а все так ну давай бить пацана наверно а что и что что еще делать те джедаи которые стоят справа они меня вот вообще ни разу не интересует вот я тебе честно скажу они ни разу не интересует а где верзила кто-то твердила а вот ты где просто он без провокации я его сразу и не заметил я-то больно бьешь ты слышь так эффективность 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 или бац мне давай эффективность еще накинем а теперь бац ним болен крит не получился так верзила получается пацаны джедаи которые вокруг стоят они скорость это вообще не имеют они по какой-то причине не особо-то ходят а сходь о сходил пацан иди сюда бля бойца этого джедаи за авангарда забомбили то есть аквай получил плюс 10 процентов к атаке так он в любом случае бьет пока верзилу а сейчас массовкой будет лупить вален это плохо это плохо альфа 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 не то чтобы сильно но больно это у меня не готова вербовка блябушка воробушка ну я смелюсь напомнить что я первый раз вообще вижу аквай и что с ним делать не особо представление примерно я понимаю что куда и как но это не точно сейчас по моему опять крита не ой 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 все пиздя реки да на тебя то вообще в рот компот а почему меня альфа то не хочет ходить я понять не могу у меня альфа то сегодня вообще собирается идти в бой или нет альфа братишка а все пиздец а так погоди джедаи его могут лупить и меня могут лупить типа каждый сам за себя мы на три стороны воюем понятно понятно по идее по идее мне надо было бы контрить джедая стражи который массовкой лупит но он уходит постоянно в инвиз не знаю как как контрить его затем мне надо бойца авангарда контрить потому что он тоже массовкой лупит опять же оклая контрить он тоже лупит массовкой здесь трое которые лупят массовкой при том весьма нехило а а еще я знаю что рано сделал не надо было хилять не надо было хилять вот это моя была ошибка первостепенная я про хилялся альфа и раньше времени это плохо потому что заметь когда нам нужен был про хил у нас не хватало как раз таки одного хода надо будет знаешь что сделать надо будет пересмотреть бой полностью и подумать как там можно будет сыграть на следующем джио я не уверен что это сильно сложно будет ну просто надо видимо какую-то тактику какую-то определенную стратегию они так просто они так все просто ладушки расстраиваться вообще никакого смысла не имеет абсолютно я получил опыт пусть даже он и не совсем хороший но в любом случае опыт это тоже опыт зачем я сюда в бой пошел надо было сохранить я в любом же случае не побеждаю здесь никогда надо было просто на размещение пацанов отправить оставить точнее тем более что клыка у меня нету он у меня во взводе а это кто против меня это против меня мэйс винду да это не переговорщик так разогнали пацанов немножко допустим блок он блок он и консул они оба меня раздражают честно вот на флоте это прям прямо фу так но с санфаком мы походу можем попрощаться да он с кемитар кстати может спасти их всех он просто берет и вот так вот на гиену накидывает спасает всех пацанов а мы быстренько раскидываем плакуна дальше мы раскидываем план сержанта ты бей гиену бей так давай консулу заберем бля санфак ну зачем ты получил провокацию она серьезно сиди в инвизисе спокойненько ну кто-то просит вообще вылазить герой блять первый раз я по моему эту всю гадость прошел с жуками один пистолет вот здесь где клык мы обычно проходим но так как у меня нет клыка то мне здесь вообще не не имеет смысла никакого рыпаться вот этот пистолет мы никогда не проходим теперь прошли 0 он прикольно прикольно хорошо так у нас средняя лока в приоритете что у нас здесь по взводам взводы все закрыты окей у нас три пистолета раз-два-три здесь у нас духу и ассаж духу и ассаж ну я им не поднимал не тирни реликвии не не ничего не делал ничего не менял вот как у них было так у них все и осталось так мы собственно говоря в атаку и пойдем ты а кто нас покрепче давай ты на сверху ассаж у нас обычно не доживает вообще ни разу ни докуда потому что она у нас тоненькая поднимать ее по тиру я пока что не хочу потому что формально подъем по тиру а дальше только перевод в реликвии кстати остается это нам необходимо исключительно повторюсь исключительно для джо ттб больше нам нигде это не нужно с каждого у нас сестры не какущие как минимум вот джангов это подниму до семи звезд тогда уже подумаю над тем чтобы перевести кого нибудь в 3 да не не буду я пока в 13 теперь переводить не забудь не буду нет все просто потому а почему а потому что есть чем заниматься в любом случае есть персонажи гораздо важнее так нам бы надо бы что в граф духу забирал чтобы мы могли получать заряды баллин меня не получили но охренеть это потому что дукич добил не в свой ход что ли странно одного-то убил дроид а второго же дукич ведь добил чё за хуйня я подам в суд ну что саша у нас заряда не получает даже если она добивает допустим так в инвиз ушел ну ладно опа ну блять ну а не здесь нет провокации это ладно так дукич 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 пошел хорош дукич красава молоток молодец так выводим из инвиза и дукич опять пошел а и дукич молодца давай кого коцем вот этого коцем есть ты бьешь сюда отлично дукич убил нахер хорош дукич вот дукич молодец когда может добей вот дал заряд блин надо первый этап пересмотреть ну по-моему добил же дукич почему ему заряд не дали или дали мне не дали 5 зарядов 5 не 10 конечно но в любом случае это и не ноль уже всяко разно вперед вот так вот да ну-ка дукич покажи ему где у нас клоны зимуют пошли нафиг эрк собака падла штурмовик опередил меня опередил хотел его через дукича заблокировать но чуть-чуть не вышло не успел дукич придется в инвиз уходить так дукич красава дукич хороший дед воду кич добивай дукич красава провокацию решил под конец запихнуть на хорош хорош конечно молодец могешь способен а ты восьмой нам подаришь так ты убьешь не убьешь нет а ты сколько убьешь конечно же конечно же ты драет паскуда падла тварь ну ладно пусть опа вот здесь вот сразу вот так только коде я боюсь честно скажу я боюсь коде мне кажется эта тварь не работает блокируем коде есть так ты у нас панс ты у нас о эхо сюда идешь отлично дальше ты бля коде вышел это коде свою ульту пропихнул до точнее не ульту а ну да в общем то то что я больше всего боялся хотя у него по моему еще одна у ешка есть а у ешка это то что бьет по площади то есть атакует всех врагов так но это попахивает минус минус асаж судя по всему есть коде не удел давай попробуем то же самое с эхо провернуть а то он может гранату кинуть отлично ты стоишь шикарно нате вам пацаны сверху бля еще и потригенился ты дурак что ли кого блокировать давай тебя наверно мне почему-то кажется что у него просто скорости больше чем у коде блин ну вот зачем я на тебя с этой фиктивности отдела объясни мне умри хорош так сюда но это просто чтобы ее спасти потому что насколько я помню мы еще ни разу не проходили это спецзадание так чтобы асаж у нас живая оставалась теперь возможно это получится так не 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 есть 10 зарядов 10 зарядов отлично сегодня прям хорошо пошло и 10 зарядов и асаж выжила прямо чудеса творю а клави конечно сдул но я думаю для первого раза не знаю короче сдул сдул и все очки при поделать что теперь поделать ничего с этим я не сделаю так это мы где были это мы здесь были у нас остается сюда и сюда а где здесь посильнее топ я забыл я забыл совсем где у нас и не что я как тут можно посмотреть я ебу пошли сюда я помню что один пистолет пострашнее другой типа послабее а какой из них какой я уже не помню ну писярик ладно так сюда идешь ну древон то тут затаскивай дальше мы просто палочим пойдем а это уже на порядок хуже так страха нигде нет на вами клон медика попробуем забрать на сверху на кого не упал страх на тебя не упал еще это бесстрашно что ли я те сейчас покажу я те сейчас на рис о метка смерти на нахуй но он от любой бы атаки так-то умер ну что поделать раз уж выпало так уж выпало так открываю смотрю закрываю потому что не вижу не вижу то чего хотелось бы увидеть так сюда на а теперь нету ни страха не метки смерти тогда сюда разок добей еще разок древон блять ты чё все что хорошо было сидели нормально общались ты чё кто вас лидер у вас есть лидер значит на все понятно на сверху немножко блин только на одного страх упал серьезно она еще так баллен я не буду есть использовать скилл простой атакой пойдем какой древон все-таки красавчик иногда он простой тычкой может 80 сотку вот просто вот так вот с нихуя выдать молодец так файбс не нравишься ты мне ты чё ты чё паскуда ты чё ты чё воу 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 спа спокойно один раз ударил тебе один так ладно это перестрелка сейчас была прикольная да не должны должны затащить ох красиво сначала в одного потом во второй молодец шиза ну ты просто демон монстр красава так на те сверху на нем был страх ничего не знаю на чтобы файс не у него умничал паскуда бля медик 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 вылез из берлоги а есть на ком нибудь а они туда ну тогда вот так просто какой шиза крепкий а ты чё такой стойки то сегодня может потому что второй этап только поэтому такой стойки опа метка смерти вы красава шизо и ты просто молоток мало того то что держится так еще и убивать успевает писяц ты шиза сегодня вообще удивительный день я тебе скажу так просто удивительный день ну и давай под конец еще третий пистолет тогда нет ну просто чтоб по красоте здесь мы красиво здесь мы красиво на флоте красиво а здесь что как у нас так здесь у нас хуёво конечно здесь у нас палыч здесь у нас траву здесь у нас вейдер здесь у нас няха здесь у нас сион трейку я на меня не вижу смысла пока брать во первых я совершенно не научился и играть во вторых да ну и по прокачке она опять же проигрывает всем хотя опять же что самое интересное пгм несмотря на то что она находится в одиннадцатом тире она пгм опережает шпиона в первой реликвии ну так вот интересно получается так нам его и так и так призывать поэтому давай мы на первом этапе его призовем чтобы потом не мучиться и не страдать я забыл мне писали инструкцию как кого кем и почему но я забыл но уже его не убил но больше всего получается негатива а подожди 10 блять на нахуй ну понятно дебафф это я накопил я все правильно сделал просто прикол в том то что сам по себе в эйдер у меня не 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 замоденный под его новый скил просто-напросто еще моддинг не прошел по нему да и модить его в принципе то нечего у меня не такое большое изобилие модулей чтобы так просто ими братья и раскидываться на всяких там вейдеров так сколько у тебя 7 а если я сделаю вот так вот допустим кого бы пацаны от слушаем и надо сиона для начала разогнать до перезагрузки так медик не беси меня тяжеловато все это идет тяжеловато не здесь здесь способности вейдера я использовать не буду способности няхи я использовать не буду палыча тоже перезарядку даю на сиона минус во второй этап сейчас должен у нас начаться с няхи по идее бляс палыча но тоже неплохо у еще и свейдера ну хорош прямо ну давай понеслась но кидать в кого но я не вижу смысла в кого-то кидать мне кажется лучше законтрить чем в кого-то кинуть очень мало дебаффов тем более для нашего вейдера вот зря кстати в этого пацана ударил я его все равно сливать хотел тем более для нашего вейдера очень мало дебаффов так ты ходить не хочешь не я не буду кидать пока допустим а если я так раскол нет не вижу смысла от раскола ты можешь подумать что я целенаправленно просто-напросто пытаюсь за жопе до сохранить обилки на самом деле не особо то так 9 10 здесь 10 на просто опять же использовать обилку когда я не вижу в ней какого-то смысла но здесь два варианта либо это глупо либо просто я слеп и я не вижу в ней смысла так сюда хорош там дебаффов навешивать аж 13 я просто до этого если вдруг ты подумал что у меня плохо с математикой я не считал те которые лишь висят которые показаны подсчитывал только те дебаффы которые находятся сверху то есть циферкой там 10 7 9 вот эти меня интересовали с математикой у меня все на самом деле хуёво сука китфиста вот никак не хочет блокироваться у тебя что соской со стойкостью брат слить давай тебя солью прости но ты мне не нравишься больше чем все остальные вы мне вообще все не нравитесь если уж на ту пошло ну что поделать что поделать что поделать хотя не мне больше всех китфиста не нравится я никак не могу забыть как он больно тогда поступил с моими жуками когда мы только 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 начинали играть джео и у меня только 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 появились жуки как же он их унижал ах ты ж сука а это было очень давно а я до сих пор забыть не могу я не злопамятный во первых человек я же отомщу забуду еще раз отомщу но блин ему я этого не прощу нихуя ни разу понеслась душа в рай блин вот на вот его то надо было в последнюю очередь хотя в общем то какая разница я все равно еще один бонусный ход получу и вот так вот сделаю но я все равно допустил ошибку знаешь какую я мог был бы еще раз массухой вальнуть а потом уже кинуть ну ладно это просто поспешил это просто ярость уже затуманила мой рассудок и я поспешил поэтому всегда надо оставаться хладнокровным что у меня не всегда получается ульту няхи я не трогаю ты это помнишь прекрасно потому что у нас сейчас четвертый этап будет и она нам ой как понадобится вы слышны свистя денег не будет понял свисток нашелся тут так добиваем обычными стандартными ты чечками есть но как сказать есть хуёво няха ходил последний а ну можно и тогда так командир у нас есть ну командирует это вот шляпа есть пересеченная местность скорость всех персонажей на ценности не может быть на начале выслушаете что нахер вот просто вот просто берешь вот так вот и уходишь это было больно это было больно я тебе скажу откровенно не понял а а вот что с сопротивлением пацаны нихуя себе встает резонный вопрос а того ли я снил и слил в первую очередь так отхиливаемся чутка бля давай сюда раскол швырнем теклоны мерзопакостно просто мерзость фу ебать быть такими вы чё пацаны не ну здесь понятно что у меня вся надежда остается только на няху уж на сиона надежды нет на трауна утра у меня хорошо может подмочь так-то вейдер будь бы он реликтовый может быть и помог так кого бы слить есть эхо есть клон штурмовик для давай еха наверно солью а тебе пока так да и прохил то херовенький получился кинуть боль сбить бессмысленно блин еще и дроид мой не готов а бейте дроида пожалуйста бля еще два хода два хода два хода два ёбаных хода ну допустим ну все ну все песец приплыли это будет очень больно они бьют на самом деле слабо но просто часто и много вот это зря вот это свой вы зря пацаны так конечно добейте дроида дроида бей бей дроида сука бейте дроида думаешь расстроился но обидно конечно немножко ну что поделать а что поделать и ничего с этим не поделаешь на самом деле остается только сделать выводы поменять модинг на вейдере естественно но ну и наверное все так ладушки но если мы будем заканчивать потому что мне еще надо записать великую естественно арену там у меня все сложно то у меня все страшно там у гу 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 что происходит поэтому если интересненько то обязательно подписывайся жду тебя в комментариях ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и да пребудет с нами сила сила